Клопотенко рассказал, как сделать паштет из печени. Такого вы еще не пробовали. Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить потрясающе нежный паштет из говяжьей печени. Он отлично подойдет в качестве завтрака со свежим хлебом. Обожаю паштеты и все, что с ними связано. Поэтому сегодня хочу поделиться с вами крутым рецептом паштета из говяжьей печени. Паштет по этому рецепту получится невероятно нежным, такого вы еще точно не пробовали, описал рецепт Клопотенко на YouTube-канале. Ингредиенты для приготовления печеночного паштета дома. 400-450 год говяжьей печени. 5 луковиц, 2 зубчика чеснока, 150 граммов сливочного масла, плюс 50 граммов для обжаривания лука, 50 граммов сухого красного вина, 1 лимон, сок 1 лимона, плюс 1 ст, л, для конфитюра. Соль. Перец. Несколько ломтиков багета для подачи. Пошаговый рецепт приготовления. Печень 400-450 год. Очистите от пленок и нарежьте одинаковыми кусочками на 3-4 части. Оберните каждый кусочек печени пищевой пленкой достаточно герметично и плотно, чтобы внутрь не попадала вода. Вскипятите в кастрюле воду. Подождите 5-7 минут после закипания и положите кусочки печени в воду, накройте крышкой. Оставьте на час. За это время печень должна приготовиться в импровизированной технике су-вид. Снимите пленку и разрежьте печень. Если она приготовилась и имеет ровный сиро-розовый цвет без крови, приступайте к следующему шагу. Если, по вашему мнению, печень еще не приготовилась, то снова оберните ее пищевой пленкой и снова залейте водой. Лук 5 штук. Нарежьте полукольцами. Чеснок 2 зубчика. Раздавите плоской стороной ножа. Положите на сковороду с 50 граммов сливочного масла до прозрачности и мягкости примерно 10 минут. Влейте 50 граммов вина и выпаривайте алкоголь в течение 10 минут, периодически помешивая содержимое сковороды. Печень нарежьте более мелкими кусочками и переложите в чашу блендера или фуд-процессора. Туда же переложите большую часть лука, примерно. Добавьте 150 граммов мягкого сливочного масла и доведите вкус соком 1 лимона, солью и перцем. Перебить до состояния гладкого и равномерного паштета. Немного охладите в холодильнике для стабилизации консистенции. К оставшемуся на сковороде луку добавьте 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. лимонного сока, протушите до растворения сахара. Подавайте паштет из печени с ломтиками хрустящего багета и луковым конфитюром. Посыпьте 2 ст.л. рубленных грецких орехов. Клопотенко представил рецепт паштета. Как мы писали ранее, Клопотенко представил самый популярный рецепт 2020 года среди украинцев.